Всем привет! Меня зовут Аня. Добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра! Если вам интересно посмотреть, как я сделала такую укладку в стиле Victoria's Secret, а также какими продуктами я пользовалась, то, конечно, оставайтесь. Если вы надеетесь увидеть какую-то супер профессиональную технику закручивания волос, то я, наверное, вас разочарую, потому что я не профессионал, я обыватель. То есть я вам буду показывать, как я конкретно делаю такие локоны. И, возможно, конечно, техника у меня неправильная и много чего я делаю неправильно, но меня такой вариант абсолютно устраивает. Это быстро, это удобно и смотрится достаточно красиво. Так что тем, кому все еще интересно посмотреть, как добиться таких классных кудряшек, то, конечно, оставайтесь и поехали. Конечно же, волосы нужно обязательно расчесать, потому что без этого никуда, у меня там все очень сильно запутано. Как будто я брать вот такую вот расческу, она мне очень нравится, потому что она мягкая. Это что-то наподобие Tangle Teaser, но мне она гораздо больше нравится, потому что она с ручкой, и с такой расческой работает гораздо удобнее. Блин, у меня какие-то колтуны здесь просто, смотрите, просто жесть. У меня уже настолько отросли волосы, что они даже не помещаются у меня в камеру. Но я могу сказать, что я, конечно, этому очень сильно рада. Очень это классная расческа, она классно прочесывает волосы, вообще их не ломает. Я обычно всегда ей расчесываюсь на влажные, мокрые волосы, она очень мягкая, она их не дерет. Название этой расчески, если кому интересно, я оставлю внизу в описании. Купила я ее у нас в профессиональном магазине, те, кто из Риги, наверняка будут интересоваться. Этот магазин находится с обратного входа торгового центра галерея Рига. Там продаются и краски для волос, и всякие причиндалы для волос, для укладки и так далее. Очень-очень классный магазин, могу очень вам его порекомендовать. Ну что, волосы у нас более или менее приведены в божеский вид. И сейчас приступим к самому накручиванию. Хочу сказать, что меня, наверное, многие осудят, потому что прежде чем как пользоваться какими-либо нагревательными предметами для волос, будь то выпрямлялка, плойка и так далее, нужно пользоваться термозащитой. Сегодня я термозащитой пользоваться не буду, и в последнее время я тоже ей не пользуюсь, потому что я свою защиту где-то потеряла. И в итоге у меня ее нет, и так у меня ноги, руки не дошли, чтобы ее купить. Конечно же, это, наверное, плохо, но так как у меня сегодня такой туториал очень реалистичный, это я вам показываю, как я завиваю волосы перед работой. Обычно перед работой у меня времени особо много нет, поэтому показываю, как умею. Эта конусная плойка у меня от фирмы Family, кстати, купила ее в том же самом магазине, в котором я купила расческу, и это, кстати, не реклама, была бы очень рада, если была бы реклама. Она у меня достаточно длинная, ну, потому что короткие плойки мне уже, на мои длинные волосы мне не хватает. Она достаточно длинная, завивает волосы достаточно быстро, поэтому у меня нет абсолютно никаких к ней нареканий. Что я сейчас буду делать? Я знаю, что обычно, когда профессиональные люди занимаются завивкой волос, они разделяют волосы на различные секции, там, да, закрепляют сзади какой-то клепушкой, соответственно, и потом завивают прятку за пряткой. Так как мне этого делать не хочется, я даже не умею этого делать, или мне просто тупо лень, я даже не знаю, что более правдиво, но я буду вам показывать то, как я это делаю. Я ничего нигде не закалываю, ничего нигде не отделяю, просто примерно разделяю волосы на две половины, правая и левая, и начинаю завивать волосы с самого зада, так сказать. Беру прятки, ну, вот примерно такой толщины, да, и начинаю накручивать на плойку. От начала и до конца. И держу примерно, ну, не знаю, секунд, наверное, минуту. Секунд 15, может быть, я держу. Подержала. Дальше немножечко, как бы, я так опускаю на руку. И потом опускаю. И получается вот что-то типа такой вот волны. Я не очень люблю слишком барашки, барашкины кудри, потому что мне так не подходит. Мне нравятся такие более растрепанные локоны. Дальше беру прятку, которая у меня находится ближе к лицу. Точно так же ее завиваю. Держу примерно 15 секунд. И потом отпускаю. Немножечко потом пружиню, для того, чтобы они остыли. И вот тоже, видите, такая неплохая волна. Следующее повторяю то же самое. То есть иду, в принципе, от затылка головы к лицу. В принципе, никакой премудрости в этом нету. То же самое закручиваю вот таким вот образом вокруг конусной плойки. И, соответственно, жду, чтобы не перепалить. Это очень важно. Волосы не передержать, потому что, конечно, любая завивка, любая выпрямлялка, ну, кровью портит, конечно, волосы. Потому что, да, это красиво, но волосы становятся более ломкими. Поэтому я такую прическу, несмотря на то, что я обожаю, обожаю, как это выглядит, делаю крайне редко. Потому что я все-таки свои волосы берегу. У меня волосы густые. И от природы они у меня прямые. Поэтому, как бы, объема и густоты у меня... Густоты-то у меня нормальные, но вот с объемом у меня особо не задалось. Особенно у корней. Знаете, так как у меня волосы тяжелые, у меня абсолютно отсутствует прикорневой объем. И поэтому, конечно, когда мне хочется выглядеть экстра красиво, я все-таки делаю такое причесон. Ну и дальше двигаюсь к лицу. Мне очень многие, кстати, спрашивают про то, чем я крашу волосы. У меня есть отдельное видео на эту тему. Я там очень-очень подробно все рассказываю, чем я крашу волосы, где я покупаю эту краску. В общем, я обязательно тем, кому интересно посмотреть, оставлю это видео внизу в описании. Так что можете проходить и смотреть. Потому что я очень часто получаю подобные комментарии. А там вы увидите все про мой уход за волосами и так далее. Как только я двигаюсь ближе к лицу, я начинаю брать более маленькие прядки. Потому что мне важно, чтобы именно около лица кудряшки были такие более выраженные. То есть, если сзади я беру пряди потолще, то спереди я стараюсь брать пряди поменьше, потоньше. Потому что мне важнее, как это все-таки смотрится спереди, а не сзади. Хотя, может быть, это и неправильно. Сзади, конечно, тоже важно, как это все выглядит. Но мне больше все-таки волнует именно то, как это выглядит у лица. Как эти прядки обрамляют лицо. Вот, поэтому здесь я как бы беру такие маленькие прядочки и стараюсь аккуратненько-аккуратненько все это закручивать. Если получается так, что, знаете, какие-то волосы остаются прямыми, ничего страшного. Потому что я не на красную ковровую дорожку собираюсь. Так что, можно, когда, знаете, все вместе, все вместе с волосами, когда все вместе спутывается, там этих прямых волос не особо и видно. Получается такая романтическая волна. Вот так. Дальше берем волосы с самого зада. Если вы думаете, куда я смотрю, я смотрю, у меня здесь стоит рядом зеркало, потому что мне нужно все-таки видеть, как я накручиваю, чтобы не получилось так, что я куда-нибудь с этой плойкой себе засандалила, туда, куда не надо. Вот, поэтому стараюсь аккуратненько. Я, видите, выглядываю более прямые волосы. Если я это нахожу, то я просто беру еще раз, беру еще раз, короче, и накручиваю еще раз. Соответственно. Также приподнимаю немножко, видите, у меня такое натяжение от корней идет. Вот. Немножко приподнимаю также, чтобы создавался прикорневой объем. Я знаю, что есть плойки гофре. У меня, кстати, была такая плойка. Потом я ее попользовалась два раза и отдала подружке, потому что я посчитала, что плойка гофре для моих волос это слишком жесть, потому что все-таки гофре вы накладываете прямо у корней. И пережигать совсем уже корней я не хочу, потому что, ну, это как раз-таки самое начало волоса, поэтому я как-то перестала пользоваться гофрешкой. Мне нравился эффект. Напишите, кстати, вы пользуетесь гофре или... Может быть, у вас есть какие-то советы по поводу того, как сделать прикорневой объем. Я знаю, конечно же, добрый старый начес, но, вы знаете, как-то мне начес не очень нравится делать, поэтому я... Может быть, средства какие-то можно посоветовать, может быть, что-то еще. Я еще раз извиняюсь за то, что я смотрю очень часто не в камеру, но просто мне нужно... Так как я работаю с горящими устройствами очень сильно горячими, то мне нужно все-таки быть, конечно, осторожной, потому что правила безопасности превыше всего. Сейчас я закончу быстренько тут эту сторону. Вот. Ну, в принципе, смотрите, получается очень даже неплохо. То же самое проделаю сейчас со второй... Со второй половины волос. Как я уже говорила, волос у меня много. Я на это абсолютно не жалуюсь. Я очень благодарна. Вторую сторону мне всегда труднее закручивать. Благодарна матери природе. Ну, моя мама тоже хорошие волосы. Я думаю, что это у нас такая комбинация. Вторую сторону труднее закручивать, поэтому, может быть, я там повожусь немножко побольше. Но, в принципе, тоже самый принцип. От затылка и потом к лицу. Мне очень нравится эта блойка, потому что она более утолщается к основанию и сужается к поверхности. К окончанию плойки. Это делает кудряшки у основания, то есть у корней более объемными и более маленькими, такими более тоненькими, когда они заканчиваются. Мне кажется, это смотрится очень красиво. Как-то так романтично. И вообще, я обожаю кудряшки. Мне кажется, что кудряшки подходят практически всем. Не, ну, есть, конечно, люди, кому они, наверное, не подходят, но... Я таких очень мало, если встречала, то очень мало. Кудряшки у меня всегда ассоциируются, знаете, с таким Голливудом, или, я уже говорила, с Викторией Сикрет. Я думаю, что это извечная женская такая не проблема, но, знаете, как говорится, если у тебя прямые волосы, тебе хочется их накрутить, если у тебя кучерявые волосы, тебе хочется их выпрямить. И все в этом роде. Я не могу сказать, что мне не нравятся мои прямые волосы. Мне абсолютно, как я уже говорила, все устраивает. Единственное, что я бы хотела, это, конечно, побольше прикорневого объема, потому что мне, к моей форме головы, мне кажется, очень подходит, когда у меня объем именно у корней. Поэтому хотелось бы, конечно, да, объемчик, чтобы был. Вообще, мне нравится, когда много волос. Очень нравится. Кстати, мне до сих пор еще приходят сообщения о том, спрашивают, как я отрастила волосы. У меня есть столы в два видео на эту тему тоже. Оставлю ссылочки внизу. Там я тоже рассказываю про свой уход, про свои шампуни. Все очень подробно. И пока я отращивала волосы, кстати, хочу сказать такой факт, что я не пользовалась ни плойками, ни утюжками, ни какими нагревательными приборами, кроме фена я не пользовалась. Я уверена, что это, конечно, помогло мне отрастить здоровые волосы, потому что все-таки, как я уже сказала, несмотря на то, что красота красотой, но от нагревания чрезмерного волосы тоже, конечно, портятся. Поэтому нужно знать меру. И если такую прическу делать каждый день, то я уверена, что волосы, конечно, не обрадуются. Вот, но, как говорится, иногда почему бы себя не порадовать. Вот опять-таки ищу прямые волосы какие-то, которые у меня, которые я пропустила. Мне такой способ нравится, потому что, ой, он удобный, он достаточно быстрый, учитывая все-таки, что у меня волосы уже очень длинные и все эти вот, знаете, закалывания, это все, конечно, хорошо, но это не для меня. Потому что в наше время у меня времени на все это нет. Иногда, конечно, знаете, когда там собираешься на какую-то вечеринку, то, может быть, можно подольше повозиться. Напишите мне, кстати, как вы делаете прически, какая у вас любимая прическа, закручиваете ли волосы, выпрямляете ли вы волосы. Кстати, еще хочу сказать, что я всегда обычно закручиваю волосы на второй день. То есть на второй день после мытья головы, потому что у нас свежие волосы, у меня они кудри вообще не держат. Они разваливаются практически моментально. А когда я закручиваю волосы, так как они все-таки подсушиваются от закрутки, то я могу такие волосы проносить аж целых три дня. Ну, я имею в виду от помывки. Немножко тут еще подзакручу. То есть у таких волос тоже есть свое преимущество, если это можно назвать преимуществом. Но, да, один раз я попыталась закрутить волосы на свежевымытую голову. У меня они вроде закрутились, я там тон лака на них вылила. А в итоге они у меня развалились буквально через, не знаю, через 10 минут. Уже были как палки прямые, поэтому я лично никогда на свежую-свежую голову не накручиваю. Ну вот. Тут еще какой-то болтается. Сейчас я его закручу. И можно будет приступать к следующему шагу. Значит, я накрутилась. Что я делаю дальше? Вы, наверное, сейчас скажете, что это вообще жесть. Я беру лак обязательно, потому что без лака у меня такие кудри не продержатся и 5 минут. Ну, может, 5 минут продержатся, но не дольше. Это профессиональный лак от Шварцков. Кстати, он у меня уже заканчивается. Я про него говорила неоднократно в своих фаворитах. Также оставлю ссылочку на лак в описании. И что я делаю? Для того, чтобы придать объем, я буквально вот так вот начинаю разделять кудряшки, поднимать их и спрыскиваю лаком. Вообще не знаю, правильно это или неправильно, но я заметила, что когда я так делаю, именно вот так, у меня, соответственно, получается и прикорневой объем. Я понимаю, что сейчас, наверное, это выглядит ужасно странно, но когда я их так приподнимаю, то, во-первых, у меня они как-то более красиво ложатся. И держатся такие кудряшки гораздо дольше. Они такими, конечно, не будут, потому что, сами понимаете, у меня, как я уже говорила, тяжелые волосы. И под тяжестью моих волос они постепенно у меня осядут. Поэтому такого дикобраза на голове у меня не будет. Вот, а будут очень даже неплохие, красивые кудряшечки. Очень хороший лак. Он не утяжеляет волосы. Он такой классный. Поэтому, видите, такая большая водя у меня уже почти закончилась. Также немножко от лица. Хочу, кстати, сказать, что иногда я замечаю после того, как я вспрыснула волосы лаком, что какие-то волосы у меня не накрутились. Но я никогда их потом не накручиваю опять на блок, потому что это еще более вредно. Я все-таки своими волосами дорожу. Так, ну что у нас получилось? Сейчас немножечко они осядут. Даже уже, видите, они не такие крэйзи. Они уже начинают садиться вниз постепенно. И смотрится даже очень неплохо. С челочкой, что я обычно делаю я, я ее просто как-то разделяю на две части. Вот. Не заморачиваюсь особо сильно с челкой. Ее тоже можно немножко... Может быть, сбрызнуть с лачком. Мне кажется, что смотрится очень даже красиво. Создает объем. И такие, знаете, они, вот эти кудри, они небрежные немножечко, такие неряшливые. Извините, что я смотрю в зеркало. Если есть какой-то такой пушок, обычно он проходит, он оседает слегка. И мне очень нравится, как это выглядит. Я даже не знаю, как мне больше нравится вперед или назад. Но мне кажется, что смотрится очень красиво. Иногда мне нравятся волосы вперед. Некоторые прядочки вот так вот вытаскивать. Для того, чтобы получалось более, так, эджи. В общем, да. Я вам показала, как я делаю свою прическу. Было очень много таких запросиков. Мне в инстаграм. В личные сообщения многие писали. Поэтому, надеюсь, что вам это видео понравится. Я постаралась выполнить ваш запрос. Если кому нравится там косой пробор, то, конечно, можно его еще больше сделать на бочок. В принципе, я иногда так тоже люблю делать. Вот так вот. Тогда получается вообще мега-больюм с этой стороны. Как бы такие прядки. Можно побольше волос тогда на эту сторону. Тут можно еще слегка взбрызнуть лаком, чтобы вот эти волосы тоже были на объемчике. Вот это можно взбрызнуть. Получается вообще мега-объем. В общем, и сама мне кажется, что получилось очень неплохо. Если вам понравилось такого рода видео, то, пожалуйста, поддержите меня вашими пальчиками вверх. Мне будет безумно приятно. Спасибо вам большое за комментарии, которые вы оставляете под моими видео. Также здесь тоже комментируйте, пишите, понравилось, не понравилось. Также напишите, пожалуйста, какие видео вы еще хотите от меня видеть. Я обязательно постараюсь их сделать. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Я буду очень рада вас там видеть. Заходите на мой инстаграм, заходите на мой фейсбук и вконтакте. Я также буду очень рада видеть вас. И да, на этом у нас будет все. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. И, как обычно, хочу пожелать отличного дня и прекрасного настроения. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока!